Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Ломбард Титан. Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского 133. Телефон 78 15 26. В Арбашском районе в деревне Масуны в пожаре погибли два человека. Это 44-летний мужчина, хозяин сголевшего дома и его 15-летняя падчерица. Все подробности в рубрике «Сводка происшествий». Пожар произошел 23 декабря в 17 часов. По данным Следственного комитета, мать погибшей девочки и родственник находились в момент ЧП в доме. Они успели выбежать из горящего помещения и спастись. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность печи. Сейчас, по факту смерти людей, Следственный комитет проводит проверку. В это же время в Кировочепецке на улице Ленина произошел пожар в квартире. Сгорел телевизор и отгорела мебель. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Причина устанавливается. В Советском районе на трассе 52-летний трезвый водитель газа сбил 41-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. После столкновения он погиб на месте. Сейчас, по факту аварии, проводится проверка. В Белохолуницком районе 28-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, допустил выезд прицепа на встречную полосу, который в итоге столкнулся с Нивой. Водители, пассажирка, внедорожника получили травмы. Водителя с места аварии госпитализировали. Полиция и родители пострадавшей 11-летней девочки-пешехода разыскивают очевидцев ДТП. Авария произошла 15 декабря около 16 часов на перекрестке улиц Свободы и Преображенской. По словам отца пострадавшей, дочь Злата переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и ее сбил автомобиль. Школьница отлетела на тротуар и у нее с ноги слетел сапог. До этого времени девочка молчала о ДТП. Она испугалась и ничего не рассказывала родителям. Правда, вскрылась после того, как нога девочки перестала подниматься. Сейчас Злата с трудом передвигается. Родители просят откликнуться очевидцев аварии. Тех людей, которые помогали подняться ребенку после ДТП и помнят водителя. Если вы стали очевидцем этой аварии, звоните по телефону. 8 905 871 88 89 или 588 3 восьмерки. Михаил Вагин. Место происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова